Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Исполнение майских указов президента в Самарской области обсудили на совещании в Москве. Губернатор Николай Меркушкин провел в столице несколько рабочих встреч. Капитальный ремонт Струковского сада завершится к ноябрю. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Ровнее, чище, быстрее. Ремонт сквера Устинова обещают завершить уже в сентябре. Исполнение майских указов президента в Самарской области обсудили на совещании в Москве. Губернатор Николай Меркушкин провел в столице несколько рабочих встреч. Так, с главой администрации президента Антоном Вайна он обсудил решение вопроса обманутых дольщиков. За последнее время в регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Количество пострадавших от недобросовестных застройщиков сократилось в 7 раз. В следующем году планируется ликвидировать очередь полностью. Также на встрече обсудили подготовку Самары к чемпионату мира, строительство инфраструктурных объектов и план мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. Особое внимание уделили подготовке к новому учебному году. В августе в Самаре и Тольятти прошла конференция педагогов с участием представителей Федерального министерства образования. Высокую оценку получила новая школа в Южном городе. Она откроется 1 сентября. Обновление и улучшение качества самарских дорог глава региона обсудил на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым. В регионе успешно реализуются государственные программы безопасной и качественной дороги. В этом году приведут в порядок 150 километров дорожного полотна. На это из федерального и областного бюджетов направили более 4 миллиардов рублей. Николай Меркушкин также встретился с главой Министерства сельского хозяйства. Вместе они обсудили условия по кредитам для строительства птицефабрики в Сеергиевском районе, приоритетного для области проекта. Историческая атмосфера и современное оснащение. Капитальный ремонт Струковского сада завершится к ноябрю. Упор не только на красоту, но и на надежность, долговечность, а главное удобство для горожан. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Аккуратные дорожки, новые фонари и все та же неповторимая атмосфера исторического флера. Так после ремонта должен выглядеть старейший сад Самары. Открыть его для посещения должны к ноябрю. Подрядчики уже практически завершили все скрытые работы. Проложили коммуникации около 8 километров электрокабеля для освещения и системы автополива газонов. По проекту около 21 тысячи квадратных метров дорожек будет выложена плиткой. Полторы тысячи квадратных метров заасфальтирована. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Пока погода благоволит, подрядчикам поручено ускорить темпы. Мы регулярно здесь будем присутствовать у вас, мониторить через моих специалистов, через главу района. И нам будет полностью картина видна. Немало внимания именно инженерным вопросам. Старый забор парка разрушался от большого количества воды, которая стекает после дождя. Этот вопрос решили созданием специального желба, по которому вода будет уходить в ливневке. Будут водоотливные каналы идти по склону, которые будут приходить в этот канал. Строители обещают, что и обновленный скейт-парк удивит. Он должен соответствовать мировым стандартам. Сейчас принимается решение по строительству сборно-разборного из металла и дерева скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. Прорабатываем сейчас этот вопрос с двумя компаниями, в том числе и Самарской. Ландшафт Струковского сада достаточно необычный. И сомнения вызвали спуски рядом с каменным гротом. Удобны ли они будут для горожан? Вердикт предстоит вынести самим самарцам. В ближайшее время сюда пригласят общественников. И если их мнение будет на то, чтобы поменять проект тротуарных дорожек, пешеходных дорожек, мы на это пойдем. Пока время позволяет нам такие коррективы внести. Общественный контроль будет и на других важных стройках, которые идут в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В рамках программы развития городской комфортной среды мы развернули широкое обсуждение элементов программы в городе. В результате чего у нас появилось финансирование на знаковые объекты города. Это четвертая очередь набережная. Это площадь Куйбышево, Сроковский парк. И значительное количество дворовых территорий в этом году мы также приводим в порядок. Работы на площади Куйбышева идут даже с опережением графика. Уже проведены все коммуникации, необходимые, чтобы площадь стала более современной и удобной для проведения праздников. На 25 тысячах квадратных метров выполнено черновое покрытие. Открыть главную площадь города тоже должны к ноябрю. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. В сентябре в обновленном виде предстанет сквер Устинова. Он находится в границах улиц Галактионовской и Самарской, недалеко от Ярмарочной. Работы там уже начались. Это часть комплексного ремонта Галактионовской. По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подробности у Олеси Корецкой. С 7 утра и до позднего вечера каждый день без выходных в сквере Устинова кипит работа. Строители укладывают плитку. В середине августа здесь сняли старое асфальтовое покрытие и частично щебеночное основание. Там, где это было необходимо, восстановили нижний слой и бордюрный камень. Чтобы не повредить существующие газоны, существующий автополив, чтобы не повредить, заменяется только разрушенный поребрик, бордюрный камень, вибропрессованный. И заменяется основание в местах сильных просадок. На площади в 4,5 тысячи квадратных метров укладывают плитку по особой многослойной технологии. На щебеночное основание стелят специальную ткань, затем песок. Слой из материи нужен, чтобы щебень не смешивался с песком и новая плитка не просела. Песок утрамбовывают с помощью спецтехники, чтобы плитка ложилась ровно. Подрядчик дает гарантию на плиточное покрытие 5 лет. Подготовительные и укладочные работы проводят днем. Ночью завозят строительные материалы и убирают мусор. Своевременный вывоз строительного мусора предусмотрен. То есть после каждой рабочей смены подрядчик убирает за собой мусор с объекта. Вы следите за этим? Да. Сквер Устинова не закрыт для посещения жителей. Вокруг стоят предупреждающие знаки, что здесь ведутся строительные работы. Сквер приводят в порядок вместе со всей Галактионовской. Ее ремонтируют по муниципальному контракту, который является частью федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить ремонт сквера Устинова подрядчик обещает в конце сентября. А при хорошей погоде, возможно, и раньше. Алисия Корецкая, Василий Колдашов, События. Осторожно, автобус. Озвучены итоги проверок автоперевозчиков в Самарской области. Это инициатива МВД после серии крупных аварий с участием пассажирского транспорта, которые произошли в Республике Татарстан, Забайкальском крае и Ростовской области. Выяснилось, что многие транспортные компании работают с нарушениями. Не только требований законодательства, но и правил безопасности пассажиров. Больше всего нарушению компании, которые, получив лицензию на регулярные перевозки, передают свое право другим организациям. Три организации, которые у вас участвовали в конкурсе. Шоссе, городской экспресс и рейс. Если, допустим, шоссе, городской экспресс, в арену взял автомобили, любые автомобили, это не запрещено, и сам бы выдавал путевые листы на эти автомобили. Но там совсем другой подход происходит. Он отдает свои документы другим организациям, и уже другие организации выдают путевые листы, и совсем другие организации делают предрессии, медосмотр, контроль техстояния и всего остального. Эти организации ни за что не отвечают вообще. Нарушения, которые были обозначены в докладе Юрия Александровича, давайте с этим разберемся. Это поручение Миндранса и главам городских округов. И если мы видим, что где-то у нас не выявляются или не оформляются соответствующие протоколы, давайте с этим тоже поработаем. Огнестрельные, колотые, резанные. Персонал травмы центра больницы Симашко не удивит ничем. Летом самарцы здесь оказываются чаще. За время работы центр принял несколько тысяч пациентов. Большая часть из них пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Марина Матвейшина продолжит. Упала очнулась гипс, почти как в кино, только без бриллиантов. Валентина Селиванова неудачно споткнулась на крыльце и сломала руку и ногу. На скорой доставили в травмоцентр больницы имени Симашко. Думала, все. Я же слышала, что таз бедренной вообще не делает. И все, напугалась, конечно. Но когда привезли сюда, в эту больницу, то Дмитрий Владимирович мне обещал, что сделает мне ногу. И сделал. В этот центр поступает около 700 пациентов в год с травмами разной степени сложности. Вообще он был создан для пострадавших в ДТП на федеральных магистралях. Но со временем его профиль расширился. Здесь есть все возможности оказывать своевременную медицинскую помощь. Лаборатории, УЗИ, рентген и, конечно, высококвалифицированные специалисты. За счет автоматизированной компьютерной системы время постановки диагноза значительно сокращается. У каждого врача на рабочем столе находится монитор, по которому он может тот или иной осуществить запрос и получить непосредственно в режиме реального времени картинку, которая позволяет оценить состояние пострадавшего и принять то или иное ответственное решение. Готовится больница имени Симашко и к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Несмотря на то, что основной поток пациентов должны будут принимать больницы имени Середавина и Пирогова, здесь уверенно смогут оказать любую необходимую помощь. Поскольку больница Симашко, безусловно, находится на пути продвижения потока, и мы всегда 24 часа в сутки, каждые сутки готовы к оказанию экстренной помощи, в том числе и массового поступления пострадавших, не дай бог. Чтобы и стены помогали пациентам лечиться, в больнице начался ремонт. Работы идут на фасаде, кровле и в двух операционах. Также планируется благоустроить двор и постелить там новый асфальт. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Два гектара дикорастущей конопли уничтожили в Самарской области. Наркотические растения обнаружили в Большечерниговском районе. Сотрудники полиции и пограничные комендатуры ФСБ вместе с представителями администрации скосили и сожгли заросли наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе областного МВД. В этом году у нас уже по таким значимым местам произрастания дикорастущей конопли, это уже второй участок. Первый участок был найден немного севернее, то есть там у нас тоже порядка гектара было уничтожено. В регионе проходит профилактическая операция МАК-2017. Полицейские каждый год находят и уничтожают места с наркосодержащими растениями, а также перекрывают каналы поставки растительных наркотиков. В этом году зарегистрировано 153 преступления, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Всего в этом году уничтожили 85 тысяч квадратных метров наркотических зарослей. Операция МАК продлится до конца сентября. А теперь коротко о других темах дня. Суд вынесет приговор по делу о нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина под Самарой. Это произойдет 29 августа. Ранее прокурор запросил сроки от 8 до 25 лет колонии для подсудимых. По версии следствия, в ночь на 11 декабря в одном из торговых пабильонов Самары четверо обвиняемых, заметив на шее ранее незнакомого им Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него. Они незаметно проследовали за супругами до их дома в поселке Смышляевка и напали на них. Жена полицейского от нанесенных ей травм скончалась. В Самарской области тепловоз насмерть сбил девочку. Трагедия случилась в районе станции Чапаевск. Как удалось предварительно установить, четверо детей пошли купаться на речку через железнодорожные пути. Навстречу ехал маневренный тепловоз. Увидев детей, машинист начал сигналить, но они не сразу услышали. Трое успели убежать в сторону, а девочка попала под тепловоз. Еще одно ЧП произошло на железной дороге. В Самаре, в районе станции Зубчининовка, электричка сбила 77-летнюю женщину. Пенсионерка выжила и отделалась весьма легкими для такого происшествия травмами. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она шла прямо рядом с платформой. Пенсионерку госпитализировали в больницу. Сейчас силовики проводят проверку по факту происшествия. У самарских охотников изъяли 23 ружья. В регионе открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Росгвардейцы вместе с представителями регионального департамента охоты и рыболовства провели почти 600 проверок соблюдения лицензионного законодательства. На граждан, игнорирующих правила оборота оружия охоты, составлено 33 административных протокола. Статистика показывает, что наиболее распространенными правонарушениями являются отсутствие охотника разрешения на право добычи дичи, а также нахождение в автомобиле или на квадроцикле с расчехленным охотничьим ружьем, которое заряжено или имеет патроны в магазине или патроннике. Через Самару может пройти скоростная магистраль от Москвы до границы Казахстана. Соответствующий проект представил Центр стратегических разработок. Стоимость строительства дороги Москва-Владимир-Самара-Оренбург, граница Казахстана оценивается в 855 миллиардов рублей. Предполагается, что средняя интенсивность движения по ней в 30-м году составит около 4 миллионов автомобилей ежедневно. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Прогулка под рекой. Съемочная группа нашего телеканала увидела, как волжская вода становится пригодной для питья. Электронные сервисы Росреестра. Как получить услуги, не выходя из дома. Много поет и подражает голосам других птиц. В Самарском зоопарке появился попугай-полиглот Гоша. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин